Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими покупками, обновками на эту осень. И я буду показывать не просто вещи, которые я купила, я хочу продемонстрировать именно как я сочетаю эти вещи, как я их ношу и вообще с какой целью я их купила. Поэтому будут реальные аутфиты, будет объяснение, зачем, как и почему, так что если вам интересно, давайте продолжим. Первое, с чего я хочу начать, давайте я вам покажу аксессуар, вот такой ранец, который я заказала, кстати, еще летом. Просто все не доходили руки вам его показать. И этот ранец с сайта Asos, это, конечно же, не кожа, дерматин, но мне очень понравилось, как выглядит этот ранец. И, несмотря на то, что это не кожа, он очень мягенько выполнен, и мне очень понравился вот этот вот карман спереди. И здесь такая как бы твердая, то ли подкладка, то ли что. В общем, выглядит как такой твердый карман. То есть сама отделка очень классно выполнена. И именно вот этот карман добавляет шика такому ранцу. Сколько вы знаете, сейчас у нас очень стильно носить ранцы, портфели, разные рюкзаки. И практически везде они встречаются. И вот я захотела черный, классический, который подо все подойдет. И мне нравится он. Я очень много ходила с ним летом, также осенью. Это отличная такая, знаете, сумка, если вы едете куда-то в путешествие, там на машине. Это стильный такой аксессуар, который прикольно смотрится. И подо все подходит, и он смотрится, как по мне, стильно, необычно и классно. Давайте сейчас перейдем плавно к одежде. И я впервые в жизни что-то купила в мужском отделе, в H&M. И я себе купила рубашку мужскую в мужском отделе и также футболку. И знаете, что меня натолкнуло на такой поступок? На самом деле это было так просто. Я быстро померила, быстро купила. Я шла в магазин именно с этой целью. Шла вместе с мужем. Он также заценил, что классно смотрится. И именно что меня сподвигло это сделать? Потому что часто зачастую какие-то белые футболки или белые рубашки в женском отделе, они, знаете, такие приталенные, они узкие. И даже если мы берем побольше размеров, все равно они смотрятся как женская вещь. И смотрятся как-то стандартно. Нет изюминки, нет чего-то интересного здесь. И я хотела купить майку именно мужскую. Мне очень нравится, что в H&M у них продаются мужские футболки. Леша, кстати, постоянно их покупает. Вот такие с треугольным вырезом. И это 100% хлопок. Эти футболки очень хорошего качества. Я взяла себе, конечно же, размер S. Это, по-моему, самый маленький, который возможен. И здесь прикольно, что, ну, поскольку это мужская майка, длинные у нее рукава. И очень стильно, если вы завернете эти рукава. Также она оверсайд. И можно сюда заправить куда-то в джинсы, в брюки, в юбку, в шорты. Это будет смотреться стильно, классно. И это не смотрится, как будто я взяла, одела мужскую майку. Это смотрится стильно, современно и классно. Так что вот такие майки, они стоят супер дешевые в H&M. Они очень хорошего качества мужские. И я осталась вот очень довольна этой покупкой. Также я приобрела рубашку. Также в мужском отделе это размер S. И какая-то обычная рубашка. Это не slim fit. Обычная белая рубашка. Это хлопок. Не знаю, нет мне ничего примечательного. Она у такого прямого кроя. Такой белый, красивый цвет. Такой чистый. И это смотрится вот так стильно, что используя такие мешковатые вещи. То есть это улучшит ваш образ и сделает его более загадочным, более стильным и интересным. И обычно осенью мне хочется носить что-то бордовое, винное. Как, например, сегодня у меня платье. Но это платье с предыдущего сезона. Я его купила давно, очень в прошлом году. И в этом году я не смогла найти никакого свитера, джемпера, кардигана бордового, насыщенного, красивого цвета. Именно то, что мне понравилось бы. Поэтому, к сожалению, кстати, свитера у меня будут все такие депрессивно-черно-темно-синий. Но также классические цвета я люблю. В последнее время я начинаю любить простые цвета, простые формы, незамысловатые какие-то текстуры. Потому что просто вот утром, когда ты бежишь на работу, тебе проще вот закрыть глаза, взять со шкафа вещи. И ты понимаешь, что ну просто вот все красиво. Тебе не надо там заморачиваться и что-то менять, потому что это красиво смотрится и так. Все вещи подходят друг к другу и по цветам, и по форме. И я купила вот такой свитер. Это их базовая коллекция. Свитер не оверсайз. Он был представлен на сайте как обычный свитер до талии. Я купила даже M размер, потому что я хотела, чтобы он был чуть пошире на мне. Потому что свитера даже могут чуть сесть после стирки. Всякое бывает. И мне понравилась форма. Обычный вязкий свитер. В нем нет ничего такого, знаете, необычного. Но он смотрится классический. Здесь состав у нас 50% покрила, 50% хлопка. Я довольна. В общем, базовый классный свитер. И второй свитер также из H&M. Вот постоянно я там что-то покупаю, но хожу. Мне нравится их ценовая категория. Мне нравится качество за эти деньги. Мне нравятся их предложения. И свитер чуть более веселый. В камере, может быть, вы не увидите. Но у него цвет такой нейви. То есть он темно-синий. И я заметила даже, что такие цвета более, может быть, выигрышно смотрятся. Потому что он не смотрится настолько депрессивно или настолько классически, как черный. Но продает такой загадочности. И этот свитер также я взяла... А нет, он S размер. Он не M. И здесь такая как бы косичка, вязка в виде косички идет вниз. Вертикально. И такая маленькая изюминка этого свитера. И осень я не могу представить без свитеров. Ношу их практически каждый день. Это отличная базовая вещь. Вы, наверное, уже знаете, что трендом этой осени являются различного рода водолазки. Я приобрела себе также одну из таких. Также в H&M. Но не кидайте в меня помидорами. И это такая водолазка. Я бы сказала, что она не совсем классическая. Она чуть-чуть интересненькая. Это также темно-синий цвет. Почему-то я полюбила вот такой цвет в этом году. И из интересного, что могу сказать, здесь не такой длинный город. То есть, в принципе, он довольно-таки короткий. Она обтягивающая. Водолазка, в принципе, не должна быть. Оверсайз, может быть, ситр, джемпер, кардиган, но не водолазка. И у него также такие красивые вертикали. То есть, полосочки, которые идут вертикально, удлиняют силуэт и отлично смотрятся. И вот такие, такой медный цвет или даже что-то, такой стертый медный цвет. Здесь такие, как пуговички. Ну, типа, как погоны или что-то ассоциация у меня с погонами. Но их совсем не видно. И это такая маленькая деталь, которая придает образу что-то такое интересненькое, как вот все любят говорить. Но не бросается в глаза и не, например, будет сочетаться абсолютно с любыми вещами. И не будет, знаете, вот мешать образу. У нас получается видео какое-то просто H&M Hall, кстати. Практически очень много у меня всего оттуда. Ну, извините. Сегодня такое темное видео. Но на самом деле это вещи, которые я знаю, что я буду носить. Поэтому я их покупаю. Юбка, которая сидит на талии. Она короче, то есть не до колена. Ну, видно, что короткая. Здесь такие, как бы, нарисованные кармашки большие. Если вы видите. Ну, тут вот кармашек реальный. Можно туда руку положить. И сзади молния золотая. Может быть, это единственное, что мне не очень нравится. Не люблю яркую фурнитуру. Но эта юбка также смотрится вообще подо все отлично. И что мне нравится такого рода юбок. То есть это не юбка-карандаш. Это не юбка какая-то короткая детская. Она смотрится довольно-таки солидно. Но также, знаете, вот ножки чуть пока показаны ваши. И поскольку она сидит на талии и она не облегает вашу попу, она с меня не поднимается. То есть это большая проблема для меня. И вот юбки А-образные, то есть юбка-солнышко или вот юбка-трапеция. Это такой самый лучший для меня вариант. Я вот уже поняла в течение лет. Манго. Хороший магазин. Я купила себе серый кардиган на осень. Как же без серого цвета. Это кардиган такой. Он не оверсайз. Он довольно-таки узкий, как бы идет по фигуре. Здесь такие карманы идут обычные. То есть он, можно сказать, заканчивается, где заканчивается ваша попа. Обычный кардиган. Хорошо греет. Приятный такой цвет у него серый. Ни светлый, ни темный. Все хорошо. И вот шоу в комплекте вместе с таким вот ремешком. Кстати, в ремешке довольно-таки тяжело, точнее невозможно здесь продеть как бы насквозь, да, его. Поэтому вот отличный вариант, если вы хотите сделать образ более стильным, то просто вы берете и завязываете обычным узлом. Обычным узлом, как вы и сделали бы, если здесь бы не было бы никаких вот дырочек, никакого такого вот такой штучки. Просто завязываем. Я так всегда делаю в своем тренче, в своем плаще. То есть это стильно смотрится. И, знаете, так небрежно, модно и классно. Поэтому попробуйте такой прием, если вы о нем не знали. В платье, наверное, у меня тут будет самое яркое пятно, как обычно из моего видео. Всегда все темное, депрессивное и черное. И что-то позитивное. Вот у меня одно платье. Я его купила, на самом деле, очень давно. Но у него была скидка. И я давно хотела приобрести бандажное платье. Это платье из магазина Мохита. Оно вообще приобреталось просто потому, что красное платье, красивое по фигуре. И на любой праздник можно надеть. То есть оно как бы идет, скажем так, на шею. Для мочек тут нет. Вот такое платье. Бандажное. Платье очень классное. Хорошо сидит на мне. И это очень маленький размер. Потому что, значит, у меня грудь была весь девизнад. Тут такая открытая она сверху. Это XS размер. И вообще я планирую одевать его на Новый год. Это Бенни шапочка. Именно такого формата шапочки я люблю. И вот в этом году я себя ощущаю какой-то бабушкой. Все ходят на улице. Вот уколы у всех уши. Голова открыта. Я хожу в шапке уже, наверное, ну не знаю, давно. В общем. И мне кажется, раньше я такая, нет, нет, какая шапка. Что я там буду волосами. Сейчас это смотрится стильно. Это дополняет образ. Это греет уши. Это греет вашу голову. И смотрится, знаете, так классно по-молодежному. И такие шапочки, они обычно больше, чем ваша голова. То есть вы ее одеваете. Там такой как бы кусочек свисает. И это смотрится красиво. Ну, конечно, тут, знаете, не как гномик есть такие совсем длинные шапки. Это такая в меру. В общем, также H&M шапочка. И, кстати, да, это мужской отдел. Так что супер. Гвоздь программы это серое пальто. Я вообще искала себе пальто цвета Camel. Не нашла. Буду продолжать свои поиски. Такое, знаете, классическое бежевое Camel пальто. Купила себе серое. Это пальто длинное. То есть оно идет до колен. У него такая... Такой цвет приятный. У него ткань такая приятная. Здесь час шерсти. То есть он неполноценный шерстяной. И его я прикупила в магазине Resort. Это 36 размер. И здесь, может быть, такой единственный минус, который я нашла, это то, что здесь, знаете, нет таких как бы заклепок. А все пальто. То есть оно довольно-таки открытое. То есть единственное, что здесь есть. Вот такая одна застежка. И здесь есть внутренняя пуговичка одна. И, соответственно, вот эта внешняя одна. То есть вот он так вот смотрится. И если там ветер и что-то такое, конечно, это все открывается, задувает. Но я ношу такой большой шар в себе. И он как бы меня греет спереди. Но это, скажем так, пальто не на очень холодную осень. Это так вот побаловаться. В октябре, когда сейчас у нас не очень холодно. И здесь кармашки такие встроены. Но они как бы мнимые кармашки. И здесь настоящие карманы вот такие здесь сбоку. В общем, красивый такой классический крой. Мне понравилось. Смотрит современно. Стильный. И цвет, кстати, просто меня покорил. Теперь перейдем к обуви. Обуви на самом деле у меня как-то очень много. Мне кажется, я начинаю становиться каким-то даже не шопоголиком в плане одежды, а каким-то просто обувноманом. Почему-то я очень люблю попасть обувь мерить. И это вообще просто кайф для меня. Так вот, купила я себе, так получилось, двое ботильонов. Одни просто это мечта, потому что я долгое время хотела купить такие классические, классные ботильоны. Вот такие ботильоны купила, кстати, на днях. То есть это такая новая покупка. И это ботильоны, которые, знаете, не будут красиво воспалиться в шкафу, а которые, я знаю, что я буду носить. Они кожаные. Я купила для девочек в латы в магазине Дания. И у них были скидки. И тут такой устойчивый каблук. И, знаете, он как бы не совсем маленький и небольшой. Смотрится прилично. Я вижу, что длина у него такая высота. Точнее, очень удобная. Очень будет комфортный. И форма. Круглый носик. Мне нравится. Конечно, сейчас очень многое представлено с таким вот узким треугольным носом. Но мне кажется, не очень удобным. И вот здесь такая отделка немножко под змеиную кожу, что ли. В общем, классно, классно, классно. И мне прям очень они понравились. Это вот must have. И вторые ботильоны. Это такое, знаете, баловство, которое было куплено за копейки. За 7 евро. 7 евро. Вы можете себе представить. Это в магазине Mark & Spencer. Кстати, у нас он в Латвии закрылся. И это такого бургундии цвета. Винного. Лакированные. Такие вот ботиночки. Тоже с круглым носом. С удобным каблуком. Чуть повыше. И здесь такие шнуровки. Смотрятся они прикольно. Стоили 7 евро. Я купила. Даже просто, можно сказать, не думая. Потому что подумала, что ну ладно, если там что-то мне не понравится. Если что, мне не будет жалко их выкинуть. Но на самом деле они классные. И они такие осенние. Такой цвет красивый. В общем, под определенный образ. Они очень будут смотреться классно. Когда мы были в Испании, я себе купила кеды. И моя любовь это вообще конверсы. Они подходят подо все. Это самая удобная, самая удобная спортивная обувь для меня. И если вы смотрели все мои предыдущие видео с покупками вещей, вы, наверное, видели, что я в этом году купила себе двое New Balance. И они все такие, знаете, разноцветные. И вот я сейчас немножко, чуть-чуть совсем жалею об этом. Потому что вот если вы задумываетесь о хорошей спортивной обуви, то есть о какой-то такой, знаете, повседневной, то есть чтобы ходить, а не там просто одеть один раз. Тогда я вам советую обязательно покупать либо черные, либо белые. И белые кеды сейчас в приоритете, потому что на самом деле они смотрятся очень выигрышно. Подходят подо все и освежают образ. И если они не тряпичные, то их мыть очень легко. И вообще я сейчас говорю о белых кедах, которые я купила. Очень выгодная цена. Вот в Испании, кстати, мы были там. Цены дешевле, чем у нас. И больше представлено коллекцией. Я имею в виду, что спортивная обувь дешевле, чем в Латвии. Мне так показалось. Они очень стильные смотрятся. И вот они такие беленькие. Здесь вот только на язычке написано один зелененьким. И сзади вот такие вот здесь вот отделки зеленым. То есть смотрятся они стильно. Я их даже мыла обычной мицеллярной водой. Вот такие кеды отлично мыть. И все чистенько. И они пойдут под любой цвет одежды. Вам не надо задаваться вопросом, а вот что там такое? Вот у меня в кроссовках там что-то разноцветное. Что мне делать? Идеальная пара обувь. Обычно осенью я люблю надевать сапоги, которые на плоском ходу. То есть высокие обычные сапоги. Они действительно очень удобные. Они теплые. И может быть это не самая стильная обувь. Но на самом деле мне кажется, вот для среднестатистического жителя это такая комфортная обувь, которую нужно иметь на осень и весну обязательно. И я сейчас говорю про обычные такие сапоги, которые я купила в Атлете. Такие черные сапожки, кожаные. В них опять же нет ничего такого, знаете, вычурного. Здесь даже фурнитура под такое, как бы, состаренное серебро или такой металл серо-черный. То есть красиво смотрится на ножки. Я обычно ношу какие-то брюки, колготками, с юбками. Совсем так обувь в ней как-то. Очень легко одела, побежала по своим делам и все. Они кожаные, но если за ними хорошо ухаживают, то все будет отлично. Поэтому вот такие высокие сапоги. Всем советую приобрести. Если вы вот там на работу бежите, еще куда-то. Это отличная обувь. Такие вот дождливые, серые, осенние гипы. Сапоги Хантер. Давно я грезила их купить. Это заказала вот в такой, как бы, черной матовой форме. Но на самом деле я потом поняла, что я немножко ошиблась. И заказала... Это на самом деле так смешно. Заказала себе не женскую, как бы, коллекцию этих сапог, а заказала детскую коллекцию. То есть мне, грубо говоря, прислали, мне кажется, детские Хантеры 37-го размера. Как я это поняла? Да, потому что они смотрятся чуть более миниатюрно, чем обычно женские. Они чуть более ниже. То есть они доходят не до колена, а чуть пониже. И сзади здесь есть такие отражатели. На самом деле это так смешно, но как-то я потом уже чухнула. В общем, прошло уже время, не могла их вернуть и поменять. И решила оставить. Думаю, ну ничего страшного. И даже вот мой муж сказал, что ноги смотрятся более миниатюрно, более мило. И вот у них 37-й, по крайней мере, мой 37-й детский. То есть совпадает с 37-м, который был женский, может быть, там минимальная разница. То есть на тонкий носочек, на такой нормальный носок, мне как раз, если одевать там три носка, конечно, так узковато, но нигде не давит. Просто вот я заказала их давно. Но у нас в Латвии не было таких дождевых дней. И я поняла, что их, конечно, относить на такие более теплые дождевые дни. То есть летом, весной, осенью. Но не поздней осенью и не ранней весной. Потому что, ну, все-таки резины, да, ноги холодные. На самом деле такая классная обувь. И мне очень нравится их дизайн. И я была готова заплатить эту сумму денег. В общем, незаменимая вещь. И, конечно, вообще любые резиновые сапоги осенью вам нужны. Девчонки, это все, что я хотела вам показать. Надеюсь, вам было смотреть интересно это видео. Напишите, пожалуйста, внизу, что вы думаете про аутфиты, про какие-то конкретные вещи. Что вы носите этой осенью, какие вещи любите вы.